всем привет вы на канале мистер бостон а это значит что сегодня будет очередной обзор очередной перевор ручки и уже даже по внешнему виду этой ручки понятно что и ручка будет необычная и обзор на она тоже получится необычной и так сегодня обзоре будет ручка от итальянской компании дельта и модель ручки называется right balance баланс письма но тут игра слов если произносить название ручки слух то можно еще подумать что это правильный баланс верный баланс давайте расскажу и покажу что это означает чуть позже а пока про компанию дельта дельта была основана в 1982 году это ну скажем так довольно старая итальянская компания 2017 году эта компания закрылась и в 2022 году она открылась заново под крылом не на марина про него я чуть-чуть рассказывал в обзоре про ручку от компании майора и официальным представителем дистрибьютором даже дельта на данный момент является компания яфа почему же все-таки right balance у этой ручки есть необычная фишка у нее есть съемный грузик весом около 2 грамм за счет которого можно менять вес и баланс ручки покажу и расскажу потом ну в смысле позже а сейчас давайте пока что сравним эту ручку с другими привычными ручками по моим обзором и так у нас вами all-star и у нас пайлот метрополитен видно что ручка длинная и довольно таки объемная поэтому давайте сравним ее чуть с другими ручками с ручками скажем так классом повыше это висконте homo sapiens bronze age и это pelican м 1000 то есть и тут тоже видно что ручка не сдает своих позиций ручка большая и объемная если же говорить про ручку размеры ручки без колпачков то тут я думаю тоже все плюс минус вот такое же то есть видно что ручка явно длиннее ну чуть длиннее чем homo sapiens но и примерно таких же размеров как тысячный пеликан но за счет своего сужающего навершия ручка смотрится чуть компактнее чем пеликан закрываю все ручки и буду рассказывать про длину и размеры ручки от компании дельта и так ручка в длину около 15 с половиной сантиметров без колпачка на размером около 13 с половиной сантиметров и с надетым на ручку копачком длина ручки достигает 17 с половиной сантиметров что же касается веса то вес ручки 28 грамм ну или 26 грамм без грузика и вес колпачка 11 и вес корпуса 17 или 15 грамм соответственно с грузиком или без грузика посмотрим ручку поближе начнем пожалуй что с внешнего вида видно что ручка ну не совсем скажем так стандартных ручечных форм-факторов то есть это не равномерная длина не сужающаяся к обеим концам как тот же метрополитен или как флэт топ от лами но ручка скажем так такого фонарика образного вида то есть ручка сужается корпусу и сужение очень очень сильно и ручка очень сильно расширяется к колпачку диаметр колпачка по моему около 15 с половиной миллиметров в самой широкой части и диаметр ручки около 14 с половиной миллиметров и так колпачок на колпачке сверху есть вот такой вот коническая навершия на колпачке есть серебряное колечко наверху и клип клип стандартный с колесиком как у многих итальянцев на колпачке написано дельта италии наверняка да вот тут можно разглядеть пробы ну вот в общем вот такое вот красивое красивое серебряное колечко гравировочка дельта италии и внизу 920 это по моему означает именно что это новая итерация компании дельты и написано right balance и номер ручки 202 номер ручки то есть дельта по моему точно так же как и леонардо просто-напросто нумеруют свои ручки что же касается корпуса то корпус у нас из очень красивого акрила это такой cracked ice называется тип акрила как будто бы кубики льда плавают в апельсиновом соке можно такое сравнение привести очень красивый акрил очень интересный на корпусе здесь колечко и колечко здесь это колечко отделяет навершие которое можно открутить от всего остального корпуса если мы открутим навершие увидим что здесь просто плоская навершия и ничего нету а внутри навершия у нас лежит вот такой вот грузик очень похожий на калибровочный грузик для весов если мы посмотрим на вес этого грузика то бумс то вес этого грузика чуть более 2 грамм 2 грамма и 18 миллиграмм то есть если вдруг вам захочется поменять баланс ручки вес ручки то это очень легко сделать покажу это чуть чуть позже а пока что давайте открутим колпачок на это нам потребуется один чуть более одного оборота под колпачком мы видим секцию которая вогнутая секция это очень хорошо и приятно лежит в руках мы видим резьбу резьба не острая совершенно ступенька между корпусом и секция ступенька не острая надо заметно она чувствуется но так как секция очень большая то я бы сказал что она при письме не мешается в общем вот так вот ручка лежит в руке очень хорошо очень удобно очень комфортно держать эту ручку руки можно взяться где угодно и теперь баланс ручки смещен чуть чуть назад с грузиком если же мы грузик убираем то баланс ручки у нас сместиться кончику пера ручка становится чуть легче но от нее этой ручкой писать удобнее и лучше с с грузиком как колпачок на ручку садится вполне надежно и уверенно но держится тоже хорошо но ручка становится очень длинной и вот в таком виде на явно дисбалансирована то есть у нее дисбаланс поэтому я пишу этой ручкой без колпачка да и я пишу это ручка то есть ручка на самом деле моего коллеги по увлечениям который предоставил нее для обзора но мне было очень приятно подержать выписать этой ручкой давайте наконец-то уже покажу перо то есть вот секция интересная вогнутая резьба ступенечка колечко и перышко перышко от компании йова на пире есть гравировочка дельта тоже лазерная гравировка и написано размерность пера файн и это золотое перо 14 карат или 585 проба неплохой интересный перышко но как бы вот мне кажется лучше бы не лазерная гравировка обычная смотрелось бы более дорого скажем так ну и фидер обычный пластиковый фидер на который уже успела попасть чуть-чуть пыльцы такая вот такая вот ручка давайте теперь я покажу наверное коробку от этой ручки прежде чем буду показывать образец письма и так вот и рубки будет рубки у этой ручки очень интересная коробка очень большая очень необычная и похоже придется сделать большой зум-аут общем такая вот коробка большая объемная моя ладонь не самая большая но тем не менее интересная коробочка на коробке написано опять-таки fountain pens итальянский кафтман шип то есть итальянское изделие уже более 40 лет и точно так же как на коробке от майоры есть все ручки которые выполняются и изготовляются под крылом не на марина это майора это дельта это не туно топовая версия и собственно ручки с под именем не на марина и сайт да несмотря на то что это дельта сайт ведет нас на майора пен убираем слив отличная красивая оранжевая коробочка дельта италия основана в 1982 году логотип тот же самый который можно увидеть на пире и здесь вот в таком вот салфоновом пакетике лежала ручка вот в таком вот в таком вложименте в виде песочных часов чернила чернила по-моему обычные черные чернила не эти в ручке заправлены а вот как бы что касается буклетиков ну тут просто говорится чуть-чуть про историю компании дельта и тут точно также говорится что поздравляем вы купили отличную высококачественную ручку ну да на самом деле эта ручка получилась у компании дельта и на мой взгляд очень отличная и безо всяких косяков ручка писала без проблем но теперь теперь я думаю можно перейти к письменному тесту в ручке у меня заправлены чернила аврова black такие вот чернила если чернила выкрасить то выглядит это вот так приятный черный цвет чуть-чуть может быть он уходит в серый с но самую малость в общем это отличный приятный черный цвет и так у нас ручка от компании дельта называется она райт баланс и вот то о чем я говорил игра слов английское слово райт точно так же произносится то есть это баланс письма или баланс или правильный баланс у этого у этой ручки перо размером стив это золото и и это пятьсот восемьдесят пятая проба или 14 карат ручка пишет невероятно приятно пёрышко отлично отрегулировано пёрышко отлично сбалансировано подача подача на высоте обильная подача люблю такую хорошую приятную подачу пишет без проблем без пропусков без хард стартов обратной стороной это перо пишет тоже удивительно приятно никаких проблем с этим пером не надо было его не подстраивать ничего минимальная обратная связь как звуковая так и так ильная невероятно интересное перо и на перо можно чуть-чуть поднажать тут уже фидер не справляется но но не знаю не охота на это перо нажимать она интересно само по себе как есть в общем такая вот ручка была сегодня в обзоре интересная ручка повторю еще раз мне понравилась ручка от моего коллеги спасибо большое ему за предоставленный экземпляр классно чёрная с оранжевым классика сочетание дельты на мой взгляд серебряный колпачок вернее серебряное украшение на колпачке необычный внешний вид яркая яркий акрил на корпусе отличная перышко отличная грипп секция и и необычная фишка в виде дополнительного грузика ну на мой взгляд все это делает ручку очень и очень интересной на этом у меня все до новых встреч всем пока пока ну и по классике жанра невозможно чтобы я не забыл что-либо рассказать совсем забыл рассказать про систему заправки у этой ручки здесь у нас картридж конвертная система заправки стендерд интернешнл конвертер брендирован написано дельта и что интересно он на резьбе отлично держится вкручивается никуда не вывалится еще интересный факт здесь есть колечко уплотнительное но оно очень большое и поэтому ручка закручивается прямо с ощутимым усилием раскручивается тоже с усилием и перехода совсем не видно и чтобы открутить ну надо прямо надо прямо постараться ну вот вспомнил дописал